Продолжение следует... Подготовил законопроект о введении в стране системы продовольственных талонов. Вопрос находится на стадии обсуждения. Мы подготовили законопроект, дальше уже будут приниматься какие-то решения, сказал чиновник. Вот по упомянутой программе адресной помощи малоимущие граждане будут получать в месяц тысячу рублей, которые они смогут потратить на еду, алкоголь и табачные изделия в перечень не входят. Талоны станут выдавать в учреждениях социальной защиты. Позор. Позор. Использовать карточки можно будет в торговых точках, присоединившихся к программе Минпромторга. По задумке главы Министерства промышленности и торговли Дениса Монтурова, такие талоны появятся в середине 2018 года, а полноценно программа начнет действовать с 1 января 2019 года. Изначально планировалось запустить ее еще в 2017 году. Вот я напомню, что о создании национальной системы адресной продовольственной помощи Министерство промышленности и торговли заявило в начале еще 2015 года, а в сентябре внесло в правительство план по ее внедрению. В утвержденный Минпромторгом перечень продуктов, которые можно будет получить по картам, вошли хлеб, мука, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, картофель, овощи, фрукты и сухофрукты, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, а также питьевая вода. Это надо понимать. Питьевая вода. Обратите на это внимание. Кроме того, в список попали саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных. Предварительно затраты на программу оценили в 240 миллиардов рублей. Однако в феврале 2017 года в Минпромторге заявили, что на нее потребуется 100 миллиардов рублей. Видите, сколько бы ни потребовалось на эти программы. Понятно, что большая часть средств уйдет в карман чиновникам. Но такая у нас уже селяви, у нас вся жизнь такая. Поэтому думать о том, что эти деньги пойдут на каких-то бедных людей. И мне не нравится факт того, что вообще будут карточки. Потому что сейчас вроде бы это так пытаются красиво подать. Карточки для малоимущих. Это забота о малоимущих. На самом деле все население сегодня страны, наверное, 70% малоимущие. И тогда получается на всю страну, опять как в 90-х, опять карточки. Мало того, что карточки – это значит уже жизнь в стране. То есть завели ее в такой тупик с 90-х годов, когда тогда это было еще чем-то оправдано. Вроде как рухнула вся промышленность и экономика. А сегодня вообще ничего нет. То есть сегодня при том всем, что президент выступает и говорит, я даже ура, мы стали жить лучше, в тысячу раз лучше. И вообще у нас экономика супер. Однако же посмотрите на действия. Одно дело сказать вам красиво слова, чтобы ваши уши услышали то, что они хотят слышать. А с другой стороны смотрите на действия. Если карточки, то это все. Это капец, друзья. Это самое, что ни на есть дно. Мы достигаем дна, когда идут карточки. У нас карточки, вспомните нашу историю, внедрялись, когда в стране надвигался голод. И тогда внедрялись карточки. А как вы знаете по действиям наших правительств, которые еще были до, вы должны понимать, что голод – это искусственно внедренный план уничтожения населения. Вы должны это понимать. И что еще? Второй фактор, на что бы я хотела здесь обратить внимание, это на продукты. То есть будут определенные магазины, которые будут отоваривать эти карточки. И где гарантия, что в эти магазины не будут завозиться продукты зараженные или ГМО какие-то продукты, которые тоже не позволят людям, употребляющим эти самые продукты, жить долго. Эти люди, насколько я понимаю, будут быстро чем-то заражаться, болеть и в результате умирать. Потому что при вводе, искусственном дефиците и искусственности ввода вот этих самых карточек, получается, что продукты будут даваться такие, которые нужны. А люди ведь за бесплатно готовы есть любую продукцию. Это менталитет бедного человека. Я здесь никак не осуждаю. Я здесь только могу сожалеть и горевать вместе с вами. Потому что народ доведен до крайней нищеты. А нищий человек будет есть все, что ему дадут. А вот дадут ему, что дадут, здесь очень большой вопрос. Какую продукцию будут давать человеку, нищему, бедному человеку или просто человеку, который довольно-таки бедно живет? Какая это будет продукция? Давайте зададимся вопросом, какую продукцию могут дать бедным людям, чтобы скорее от них избавиться. Я Таня Карацуба, Сиит Бурхан. У нас еще ни один закон не работал на благо народа. Все законы, которые сейчас выпускаются, все 64 закона, подписанные президентом 29 декабря 2017 года, и о чем у меня есть ролик, посмотрите, они все направлены против жизни, стойкости народа.